Снимаются все маски и голограммы. Фантом пристает перед тобой перво в данном виде. Согласно своему эфирному коду ДНК, Денис выходит из биоробота. Если в биороботе еще присутствуют чужеродные копии и голограммы, это все выходит и зависает рядом с ним. Он вышел, но им управляет кто-то. Ты видишь какие-то артефакты? Он как растянутый, разные стороны тянуты. Хорошо. Защищаем его физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Дениса в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Дениса поднимаемся в комнате диагностики. 1, 2, 3, пошел подъем. Мы на месте. Хорошо. Мы приветствуем Дениса. Интересуемся, готов ли он к диагностике? Доверит ли он нам свое биополе на период сеанса? Не кивает. Хорошо. И я даю команду на счет 3. Скеннер начинает сканировать пространство над головой Дениса под ногами. 7 тонких тел Дениса находит все. Он, знаешь, как с таким толстым шнуром. Веревка, шнур такой. Перекинута он через шею, через руки. Он как растянут этой веревкой. Да. И сейчас он на клетке. И он начинает чесать вот эти места, где она была. Хорошо. От этого шнура выстраиваются каналы ко всем ответственным. И притягив клетку-тюрьму на счет 3. 1, 2, 3. Да, будет так. А так и есть. Это демон на шнур. 18 герц он здесь уже. Ждем окончания реверса. Инку... Суккуп. Суккуп. Гуманоид. Гуманоид. Дракон белый. Белый дракон? Испрут. Никто на тебя не воздействует? Нет. Все знают, где они находятся? Нагадываются. Понятно. Мы находимся здесь легально. Вы находитесь нелегально. Сейчас начнется реверс энергии. Мы отдадим вам всю темную энергию. Заберем все светлое по праву. После этого я вас рассинхронизую. Вы уберете все, что вы оставили. Проверку проведу двумя миллионами герц. Если кто-то что-то не вытащит в процессе чистки. Он просто сгорит в клетке. Было такое уже не раз. Те, кто пройдут проверку, те первый раз уходят на свою чистоту. За гуманоида я пока не уверен, что он уйдет на свою чистоту. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. Я даю команду тонкой копии Дениса спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Ответственным за чужеродную негативную патогенную и низковибрационную энергии в его биополе. Один, два, три. Выстраиваются каналы. Сущности каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии. Откат всех негативных программ негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Денису. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Итак, Спрут, как долго ты находишься в этом биополе? Пять лет. Пять лет. Ира, чуть микрофон поправить, я на пять упал. Хорошо. Так, Белый Дракон, считай цифры над головой. Шестьсот семь. Хорошо, Белый Дракон, как долго ты находишься в этом биополе? Восемь лет. Так, Гуманоид, откуда ты? Он говорит Спиру. Как? Спиру. Спиру? Да. Где это? Что это такое? Звезда, планета, созвездие? Что это? Нибиру знаю, Спиру не знаю. В каком созвездии? Маленькая звезда. В созвездии Орион. Ты кто ловец душ? Да. Как долго ты находишься в ее биополе? И почему ты вообще зашел? Два года. Да. Зашел за душой. Она ж тебе не принадлежит. Как ты можешь брать чужое? Она и ему не принадлежит. То есть объясни мне. Не может он ей пользоваться. Почему? Почему ты так думаешь? Наблюдал за ним. Не меняет ничего. Идет по накатанной. Никаких мыслей или планов. Зачем ему душа? Зачем ему душа? Ну в принципе это не тебе решать, но я понял то, что ты хотел сказать. Так, Сукуб, как долго ты находишься в этом биополе? Два с половиной. Два с половиной года. Сам пришел или демон привел? Демон помог. Понятно. Хорошо. Переходим к демону. Демон. Как долго ты находишься в этом биополе? Три года. Хорошо. На что ты зашел? У тебя есть какой-то контракт, договор? На депрессию. На крики. Да, крик это твоя чистота. Это и мы в курсе. Контракт есть? Слышал их издалека. Вот так громко кричал, да? Крикался. Скажи, вот этот алкоголь, это забвение, напиваться, это твоя работа? Ну, что ты так на меня спираешь, я лишь предложу. Ну понятно. Бьесы тоже только предлагают. И что, он не мог отказаться или как? Как ты на него воздействовал? Как ты видишь. Да. Сам все решил. Я лишь помог. Успокоиться. Понятно. Денис, вы видите эту ситуацию сейчас? Вы понимаете то, о чем демон вам сейчас рассказывает? Какая мерзость, он говорит. Да. Посмотрите, сколько их там. Хорошо. Как у нас с реверсом, Вера? Закончился. Установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Денис забирает всю чистую и светлую божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, до последней капли возвращает Денис себе обратно. Он, хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. И выстраивай канал к этому демоническому канату. Один, два, три. И реверсом, если там присутствует его энергия, забираем ее по праву. Идет энергия, возвращается от каната та же. Хорошо. Усиливаем все потоки. Гуманоид, а где ты накапливала энергию? Во что? Капсула есть внутри. У него еще капсулы там. Хорошо. Мы дойдем до этого момента. Демон, скажи мне, есть лярвы? Да. Много? Пару штук. Хочешь попросить меня их забрать после работы? С удовольствием. Да. Хорошо. Коммуницируй со мной. Отвечай на вопросы. И после того, как ты все снимешь, то идет твоя очередь. Я тебе разрешу отдельной командой забрать эти все лярвы. Ждем окончания реверса. И я даю команду на счет три. Это капсула, которая находится на чистоте гуманоида. Сейчас выходит безболезненно из его биополя и зависает в воздухе. Один, два, три. В воздухе перед Денисом. Отключай ее. Она ее рукой ловит. Он ее ловит рукой? Потому что там душа и честь. Конечно. Не бойся, Денис. Сейчас мы все решим. Я даю команду на счет три. Она вышла или нет, эта капсула? Да, нашла. Выстраивай к ней канал от Дениса. Один, два, три. И реверсом забирая назад всю чистую и светлую божественную энергию. Та будет так, а так и есть. Что идет, Вера? Вернулся к нему энергия. Вернулась. Много? Поток энергии. Поток. Хорошо. Реверс закончился? Да. Хорошо. Так. Отправляю вот эту капсулу пустую сейчас в клетку тюрьму. Отдельную. Хорошо. Переходим к процедуре вытаскивания. То, что вы оставили. Спрут, выходи. Отключайся, вытаскивай все, что ты оставил. Отсасывай жидкость, чтобы никаких твоих следов не осталось. Приступай. Ему страшно. Он очень волнуется. Скаламы собирает все. Пусть не волнуется. Если он все правильно сделает, он уйдет на свою чистоту. Он не будет мне мешать работать и давать ответы на вопросы, если какие возникнут. Пока. Он присосками присосан был в голове, в плечах, в лицо. Как это воздействовало на него? Каша постоянная в голове. Понятно. Не мог концентрироваться каша в голове. Понятно? Нет, абсолютно. Хорошо. Вытаскивай все. Когда человек перестает думать, он инстинктивно просто действует. Хорошо. Белый дракон. У тебя твои платы есть там? Да, есть. Давай, выходи. Вытаскивай все свои платы. Отключайся. Проверяй. Ничего не забывай. Возвращайся назад в клетку. Докладывай мне о готовности к проверке. Приступай. Синий. Что синий? Третий глаз. Синий тело. А, он там сидел, да? Что ты какие-то... Хорошо, дракон. Какие ты там картинки ему демонстрировал через третий глаз? Что ты ему показывал? Это отток энергии был. А что ты ему показывал? Какие картинки? Или ты ничего не показывал? Примитив. Понятно. Хорошо. Включай внутренний белый свет Денису. Один, два, три. И все, что еще осталось. Частички малейшие на частоте гуманоида. Внутренний белый свет Денису включай. И все это выдавливается только на частоте гуманоида. Один, два, три. Все остаточные энергии, все чужеродное на его частоте выходит, формируется в шар. Готово. Большой шар. Ну это как такие подключки, они как стеклянные, небольшие. Понятно. Хорошо. Под ними открывается портал галактическое ядро. Они улетают на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Суккуб, выходи сейчас. Снимай все свои ленточки, все свои подключки. И возвращайся, докладывай о готовности к проверке. На запястье, да? На запястье, да? Сколько у Суккуба герц? Считай, Вера, над головой у него есть эти цифры? Десять. Десяти герцовые. Ну это уже, это не мало. Готово. Отлично. Хорошо. Так, демон, выходи, вытаскивай все, что ты оставил в его биополе. В клетку не возвращайся, а доложи мне на месте то, что ты закончил. Приступай. Что он снимает? Говорит, я снял уже почти все. Он имеет в виду вот этот шнур. Канадра. Но там еще что-то есть. Канадра. Снимает сапоги высокие такие. Вот, вот, вот. Вот это я хотел сказать. Готово. Хорошо, демон, разрешаю тебе забрать все лярвы, ничего не забывая. Приступай. На спине лярвы, на голове. На спине, на голове. Хорошо. На сердце переживания какие-то лярвы тоже. Серые. А откуда она сформировалась, это переживание лярва? Это кто-то воздействовал или это его личная им сгенерированная лярва? Это его переживания. Его переживания. Понятно. Хорошо. Вот оно формируется в виде лярвы на сердце. Не может эмоций идти никуда. Да. Эмоциями надо уметь работать. А это и есть осознанность. Когда вы контролируете свои действия, свои мысли и свои слова. Денис, вы понимаете меня? Он говорит, я понимаю, как тут наконтролируешь с таким набором. Ну, с набором уже, конечно, не наконтролируешь. Но сейчас, после этой чистки, вы будете чистым. У вас опять начнется желание вести себя так, как вы вели себя раньше, ничего не меняя. Я вас хочу сразу предупредить, что это тогда ненадолго эта чистка. Как вы слышали? Демон говорит сорвется. Сорвется, да? А что ты так думаешь? Захочет выпить? Привычка. Ну, привычки. Мы хозяева своих привычек. Поэтому, если захочет жить без демона, я так полагаю, он не допустит, чтобы это случилось. Он хозяин своей жизни. Он ответственен за все свои действия. И сегодня он подкрепит это манифестом. Если он захочет, он избавится. Он говорит, подумаешь, манифест. Прочитать – это одно. А вот делать – это совсем другое. Да, я беру ответственность за свою жизнь и за свои действия. Это непростые слова. За ними должны следовать действия. Это всего лишь слова. Я так не считаю. Слова, не подтвержденные делом, ничего не значат для меня. Я верю в манифест, например, в каждое его слово. Ты по мне это видишь? Вижу. Я не про тебя говорю. А про Веру видишь у нее это намерение? Вижу. А как ты его видишь твоими глазами? Как это себе представить? Человек, который понимает, что делает. И ты видишь это во мне? В смысле, в человеке? Конечно. Зачем мне с ним бороться? Ну, совершенно верно. Я обжиться могу. Можно и обжиться. И потеряешь еще время. Там же герц-то больше, чем у меня. Это верно. Хорошо, Денис, я прошу вас просто принять это к сведению. Ничего просто так не дается. Только изменением своего мышления и полной ответственности за свою жизнь вы сможете жить без интерферентов. Счастливо. Но за это надо бороться. Хорошо. Так, он лярвы забрал. Мы все с ними закончили. Да, Вера? Да. Переходим к рассинхронизации. Я даю команду на счет три. На рассинхронизацию Дениса с энергией демона и с этой капсулой. Заканчивается автоматически. Демон, ты три года сидел. Ты должен знать. У него в квартире тоже там своя команда живет, да? А как же? Ну, понятно. Хорошо. Денис, задумайтесь о чистке квартиры, потому что у вас и порталы, и интерференты, и они, когда мы сейчас вас чистым туда вернем, они очень захотят по-новому войти. Поэтому вам надо быть в этом отношении готовы. Или чистить квартиру, и чистить квартиру, и заниматься собой. Закончилось. Хорошо, рассинхронизация закончилась. Я даю скенеру команду на контрольную проверку. Один, два, три. Скенер начинает контрольную проверку, выпаривает полностью все наночастицы, оставшиеся на частотах интерферентов. Все малейшие частицы, все уничтожается. Если что-то крупное было оставлено в биополе и не найдено, оно проявляется сейчас. У него нет интерферентов или остатков, но у него внутри какая-то скованность. Скованность? Откуда эта скованность? Чья его причина? Это им сгенерированная скованность, или кто-то повлиял на эту скованность? Нет, это его личность. Он постоянно себя сдерживает, и вот эта сдержанность, она превращается в скованность. Хорошо. Я даю команду на счет три. Включаю внутренний белый свет, Денису, один, два, три. И энергия скованности начинает выходить вместе со всеми негативными и патогенными энергиями в его биополе и формироваться в шар. Один, два, три. Из всех семи тонких тел выходит эта скованность. До последнего микрона вместе с ней все сопутствующие негативные и патогенные энергии выходят и формируются в шар. Такое ощущение, что он сам себя как бы не боится сказать своих поступков. Неприятно ему от своих поступков. Он пытается себя сдержать. Эта скованность превратилась. Понятно. Выходит этот шар? Он не может расслабиться и наслаждаться жизни. Готово. Большой шар? Большой. Демон забираешь? Давай. Отправляю демона. Хорошо. Хорошо. Подхожу сейчас к Денису. Кладу руки на плечи. Идаю импульс. Высокое образование шока удара. Помогаю ему сжечь все каналы к интерферентам и ко всем подключкам. На счет три. Один, два, три. Удар. Сжигаются все каналы. Отлетают. Все отлетело? Да. Открывается портал в галактическое ядро. Все каналы выходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Хорошо. Все прошли. Тогда все забрали. Демон готов уходить? Готов. Хорошо, Демон. Я полагаю, ну ты в принципе уже сказал, что ты думаешь, что он сорвется. Я надеюсь, что он все-таки задумается над своей жизнью. Возможно, он не сорвется. Не напьется. И у тебя не будет повода заходить в его биополе. Но я полагаю, ты будешь все равно к нему делать подходы. Правильно? Там черт есть в квартире, он и делает подходы. Понятно. Хорошо. А потом я прихожу. М-м-м-м. Вот как. Это, конечно, будет плохо. Хорошо, давай, открывая внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. Один, два, три. И Демон забирает все, что он с собой принес и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя из того огненный пентаграмм. Готово. Хорошо. Суккуб готов уходить? Да, готово. Открывается внизу портал против часовой стрелки и Суккуб уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя из того огненный пентаграмм. Готово. Хорошо. Белый дракон. Я хочу получить от тебя слово белого дракона, что ты больше никогда не войдешь ее в биополе. Да, я слава. Хорошо. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте белого дракона. И белый дракон уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Спрут готов уходить? Да, он готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте спрута. Один, два, три. из пруд забирает все, что он с собой принес и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Хорошо, давай попробуем. Открываю сейчас против часовой стрелки портал в квартиру Дениса. Один, два, три. И вытягивай черта оттуда в клетку тюрьму. Один, два, три. Да, будет так. А так есть. Говорит, что портал, где я? Закрывай портал. Хорошо, черт. Ну, здравствуй. Что надо тебе? Мне надо. Не знаю, я пока думаю, куда тебя скинуть, в какой портал, в галактическое ядро или отправить тебя. В какой это стать? А что ты делаешь в квартире Дениса? Кто тебя звал сюда? Денис, вот хозяин квартиры стоит. Я в нем не нахожусь. Ты находишься в его квартире. Денис, вы видите этого черта? Вижу всех, вижу. Этот черт ответственный за то, что вам постоянно хочется выпить. Скажите мне сейчас, изъявите свое намерение избавиться от этого черта. Да, хочу, чтобы ушел. Черт, ты это слышал? Ну, слышал. Что значит, ну, слышал? Ты хочешь это прочувствовать сейчас на себе или что? Открывается портал в квартиру. Один, два, три. На счет три. Из этого портала, из квартиры вылетают все одеяла, все комочки. Все, что находится на чистоте черта. Один, два, три. Все летит в клетку тюрьмы и формируется в шар. Ой, ну, брал ты. И что дальше-то там? Куча порталов. Не я, так другой придет. Хорошо. Вот когда он даст нам задание, вот тогда, когда я приду в квартиру, так вот те, которые там будут на тот момент находиться, пришли из портал, они все уйдут в галактическое ядро. Так что тебе еще повезло. Что-то наглеешь совсем. С какой стати в галактическое ядро должен отправлять? Потому что я первый раз тебя отправлю на твою чистоту. Если ты повторно появишься, я тебя предупреждаю, ты уже никуда не уйдешь. Ты не первый, кого я отправляю в галактическое ядро. Вера, он считает цифры над головой этого черта. Что-то он такой наглый. Так, у нас все... Четыре. Четыре герца. Четыре герца. Хорошо, закрывай портал. И вот это все, что прилетело, открывается портал в галактическое ядро, улетает на переработку в чистую первичную энергию. Черт, хочешь за своей энергией полететь? Я уйду туда, откуда пришел. Ну, откуда ты пришел? Ты из квартиры сейчас. А, посмотри, как ты заговорил. Закрываем портал в галактическое ядро. Хорошо. Так, черт. В общем, тебе это было первое и последнее предупреждение. О твоем существовании я узнал от демона, который здесь находился и сидел в нем. Если мне еще хоть какая-то жалоба поступит, и я тебя найду, или в квартире, или в нем, но в нем вряд ли, но в квартире, то смотри, пеняй на себя. Все понятно? Да, понятно. Открывается внизу портал на чистоте, черта 1, 2, 3. Черт уходит на свою чистоту, закрывай, опечатывай, растворяй. Хорошо. Так, у нас остался гуманоид. Я делаю запрос и прошу Ли выйти со мной на связь. На связи. Я приветствую тебя, Ли. У нас здесь гуманоид, планета, звезда Спиру, со звездой Ориона. Есть такая? Есть. Вот. Вытащили мы капсулу, там было очень много его энергии, души. Все вернули назад реверсом, все биоматериалы, все, что было, вернулось. Капсула еще стоит у нас, пустая там, и гуманоид. Какие будут распоряжения? Мы заберем его, посмотрим его, прошлую деятельность. Хорошо, он сидел. Но хочу предупредить, чтобы не терять свою душу, нужно заниматься ей. Вот. А вы вспоминаете, когда половина уже отдана? Гуманоид, а сколько процентов ты уже насобирал его энергии, души? Двадцать три. Двадцать три процента. Это за два года. Да, да. Это, конечно, уже Денис. Сделайте правильные выводы. Вы сейчас слышали все, что происходит здесь. Только вы в состоянии не допустить этих гуманоидов, занимаясь развитием своей души. Если вы не занимаетесь, значит, по его мнению, она вам не нужна. Это, конечно, его личное мнение, но вот так вот это все действует. Небо забрали. Отлично. Хорошо. Включаем высоковибрационные фиолетовые лучи. Вытесняем из комнаты все чужеродное, под капсулой пустой, открывается портал в галактическое ядро, и канат вместе с ним уходит на переработку в чистую периодичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Чисто у нас все? Чисто. Хорошо. Поехали по частотам. Переходим к закачке энергии вибраций. Подсони тонкую копию к источнику высокоибрационной чистой энергии, которую Денис получает во время сна. Запроси биополя. Сколько энергии нужно Денису, и какая частота вибрации максимально комфортная? Четыреста и двадцать шесть. И на счет три в макушку головы Дениса начинает поступать семь высокоибрационных потоков по четыреста процентов каждый. Один, два, три. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Чистота вибраций поднимается до двадцати шести герц. Он говорит, что со мной, я по-другому вибрирую. Такой должны вибрируют, Денис. Вы просто забыли уже, как нормально вибрируют. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Хорошо. Докончилось? Да. Он говорит, как мне приятно. Ощущение, что душа расцвела. Готово. Он говорит, Беркапа – это что-то знакомое. Вспоминайте, вспоминайте все. У него душа на первородную фору. Да? Идут цвета такие, да? Готово. Работайте, Денис, над собой, и вы узнаете, кто вы. Хорошо. Пусть тонкая копия Дениса вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. Шестьсот двадцать. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Дениса до числового значения шестьсот двадцать герц. Пошел подъем. Он говорит, какое спокойствие и умиротворение. Давно такого не было. Ему идет информация, что ему надо переключить свое внимание с того, что он делает, на вообще противоположное что-то. Обратить внимание на животных, природу. Хорошо, Денис, прислушайтесь к этим словам. Это, скорее всего, от вашего куратора идет эта информация, поэтому переключите сначала свое внимание, вы начнете себя осознавать. Избегайте тех ситуаций, особенно подумайте о чистке квартиры, потому что у вас там еще остались порталы и в сущности могут зайти. Того черта, который вас к алкоголю приучал или провоцировал, мы вывели, но там еще есть другие интерференты, поэтому пока так. Так, будем возвращать вас сейчас назад в ваш биоробот. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Дениса в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой изделеньки головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Ну вот у него в биороботе тоже скованность чувствует. Тонкие тела его делают более мягким. Хорошо. Все от него зависит. Только от него? Информация идет, что все от него зависит. Если он будет думать о своей Душе и о ее развитии, и искать пути, то он будет расти. А если он будет продолжать жить, как жить чист, и сколько бы он их ни сделал, ему не будут помогать развиваться. Этого будет хватать на маленькое количество времени. Абсолютно верно. Мы только можем освободить человека, а дальше он должен взять свою судьбу в свои руки и дальше активно над собой работать. Если работы не будет, как и сказано, можно хоть каждый день себя чистить, интерференты будут с удовольствием приходить. Хорошо. И отключайся от объекта и переноси в свою комнату диагностики. Пошел подъем. А я на месте. Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует...